Возможно ли не донатя в стенд оф 2 накопить на нож? Легко, я покажу тебе все новые и старые способы, чтобы поднять голду. Вся актуальная информация в одном ролике. Я Рейв, а ты ставь лайк по его последней цифре, смотри какой скин ты выиграл. Игровая валюта, голда и коины, они все связаны. Все потому, что из одного перетекает все во второе и наоборот. То есть, если мы хотим коинов, то мы можем свободно купить это все за голду. Ну а если же мы хотим наоборот голды, то нам потребуется немного больше коинов. И мне с тобой очень повезло, потому что с последних обновлений голду и коины стал оформить в три раза быстрее. Сейчас расскажу эти новые фишки. Но для начала получи этот бесплатный скин в размере 100 голды. Просто-напросто ставь видеоролику лайк, пиши комментарий со своим айди, чтобы я выдал тебе эту самую голду. И подпишись на канал обязательно с колокольчиком. Выполняй эти наилегчайшие условия и четыре победителя уже завтра получат свою обещанную голду. Поэтому обязательно участвуй. Чтобы коины превратить в голду, нам потребуется много скинов, которые купим за серебро и обменяем их уже на донатную валюту. Спасибо игровому рынку. Ты играешь много каток, получаешь за это серебро и что же с ним делать? Когда ты зарабатываешь 100 коинов, не спеши их тратить сразу же. Все потому, что лучше накопить хотя бы одну тысячу и закупиться теми боксами, которые самые дорогие комонки с инкомонками содержат в себе. На моем канале уже как раз есть новый свежий ролик по сравнению самых дешевых и дорогих боксов, которые возможно купить прямо сейчас. Ты можешь просмотреть его после этого ролика, он вышел очень интересным и понять какой бокс самый дорогой на данный момент со всеми актуальными ценами. Он будет в верхнем правом углу. Ну а если вкратце, зачем вообще копить серебро, если можно сразу же накопив 100 штучек, открыть какой-нибудь рандомный бокс? А все дело вот в чем, когда разработчики анонсируют какое-нибудь новое обновление, они всегда в основном добавляют новый кейс с боксом и убирают старый. И из этого момента как раз таки вытекает два имбовых новых принципа фарма. Как возможно превратить 100 коинов аж в целых 7 голды 20 копеек? Неплохой такой расклад получается, а теперь подробнее. Вот мы копили-копили, не знали куда тратить очень много коинов, а теперь разработчики делают нам анонс. Они рассказывают, что прямо через неделю уходит из магазина Sharp коллекция, которая уже ушла и я закупил очень много боксов. Но вот то, что она попадает еще на рынок, про это речи не было. И как раз таки можно ее было закупить за коины и продать за голду. И не важно, даже если ты будешь продавать ее сразу же, когда она поступает на рынок, либо подождешь пару-тройку месяцев, в любом же случае ты получаешь голду бесплатно. Мне повезло, я выставил очень много сундуков за 9 голды и смог это все продать каким-то чудным образом. Мой огромный запас скупили за 7,2 голды. А я всего-то напросто играл и копил коины, потом купил это все и выставил на торговую площадку. И если честно, в этой ситуации мне повезло, потому что я не знал многих нюансов. То ли вообще они будут выгодны, или потому что их уже больше миллиона на ТП. Будут ли они вообще актуальны и так далее. Но в любом случае, сейчас Sharp коллекция, даже если это комонки с инкомонками, будут подниматься в цене. Второй же вариант, не тратить коины на старые боксы, которые уйдут из магазина, а откладывать их на новые, которые придут в магазин. Здесь все тоже очень легко, но единственное, что нужно действовать очень быстро. Вот, к примеру, ты накопил 2000 коинов, за это можно приобрести 20 боксов. Как только выходит обновление, ты его сразу же скачиваешь, вбухиваешь все свои накопленные коины в новые боксы, сразу же их открываешь и продаешь как можно быстрее все предметы, которые у тебя будут. Все дело в том, что в первый и второй день комонки с инкомонками будут стоить раз в 5, а то и в 10 дороже от того момента, когда они будут продаваться через неделю. И насколько быстрее ты сможешь это все скачать, открыть, купить и продать, настолько больше у тебя голды и получится. Если тебе не очень подходит первый способ с покупкой старых боксов, хотя он намного выгоднее, то можешь воспользоваться вторым способом с покупкой новых деревянных. В таком случае обмен коинов на голду ты увидишь моментально. Сейчас полезные ролики стали выходить намного реже, все потому, что мой канал смотрит аж целых 22% с подпиской зрителей. Не надо так, бро, обязательно подписывайся на канал, чтобы ролики выходили чаще. Ну и голду я разыгрываю всегда, поэтому подпишись, чтобы ее получить. Следующим имбовым способом по заработку голды и обмену ее в ножик является батл пасс, а точнее фри пасс, его бесплатная версия. Даже в том случае, когда ты не покупаешь голд пасса, только лишь активно играешь каждый день, то предметов на 150 голды тебе обеспечено. И это в том случае, если тебе не повезет и будут падать одни рарки, плохие граффити и так далее. Но случаются и такие моменты, когда тебе выпадает какая-нибудь аркановая наклейка, то ее уже можно продать за плюс 300 голды. К тому же, если не продавать сразу и подождать немного, то все накопленные вещи со временем будут подниматься в цене. Если ты подождешь месяца 2-3, то это плюс 10 голды. Я всегда ставлю такие эксперименты и закупаю по 10-15 дешевых рарных наклеек с каждого батл пасса. И уже спустя определенное время сравниваю цены, результат меня всегда впечатляет. Из этого всего следует еще одна хитрость, это вклады. Если немного закупиться наклейками, то через месяц 3 они будут стоить намного дороже. Почему же стоит покупать только лишь наклейки, а не какие-нибудь скины на пушки, брелоки и прочее? Все потому, что наклейки это очень расходный материал. Вот, к примеру, Сережа купил 4 новых наклейки рарных на свой любимый калаш. Наклеил их, поиграл с этим АКРом и они уже ему не нравятся через пару месяцев. Он их хочет переклеить, а они только лишь стираются и удаляются из игры. Он идет в магазин, покупает 4 эпических уже наклейки по 50 голды и переклеивает их на свой любимый калаш. Старых рарных наклеек уже и не существует. А это значит, что в цене они поднимаются. Вот с пушками, допустим, так никто не делает. Само собой существует в игре крафт. Это ты когда обмениваешь 10 пушек обычной редкости на одну чуть-чуть повыше. Но он всегда не выгоден. Граффити само по себе тоже расходный материал. Но они всегда дешево стоят, потому что ими мало кто пользуется. И выросли в цене только несколько граффити, которые были из первых коллекций. Сейчас же добавляют их очень много. Прям переизбыток. Их на рынке девать некуда, он ими переполнен, поэтому граффити лучше не покупать. А вот как раз-таки другие предметы уже из игры не удалить, поэтому расчет делаем на наклейки. Также в три раза быстрее, как я и говорил в начале ролика, возможно фармить серебро и боксы. Спасибо разработчикам, что они прислушались к нам и количеству лайков, которые вы постоянно ставите под мои ролики. Я очень часто просил поднять опыт после каждой катки, и вы активно ставили под ролики лайки, разработчики это увидели, я в этом уверен. И теперь в каждом режиме можно получать очень много опыта. А это следует то, что коины и боксы мы теперь получаем намного быстрее. Все потому, что наш уровень поднимается за счет намного большего количества экспухи, и мы получаем это все быстрее. На данный момент у меня уже 202 левел, и я всего-то выполнял задания из батл пасса. И если бы я не тратил коины на свои экспериментальные ролики, узнать какой бокс все-таки был бы дороже, то у меня сейчас было бы не 2000 коинов, а целых 22. И тут главной фишкой является ежедневный бонус тоже. Если ты выигрываешь любую катку, то получаешь 250 халявных экспи. Всего-то напросто тебе необходимо зайти в какой-нибудь командный бой и выиграть катку. Сейчас этот ежедневный бонус, конечно же, с обычным опытом не сравнится, но все равно он приятен, и я советую тебе его закрывать ежедневно. Прямо сейчас напиши в комментарии, какой твой текущий уровень аккаунта. Мне интересно, успел ли ты заработать АВМ за сотый левел, или пока что еще только к ней стремишься. Пиши в комментарии свой уровень. Ну и мы также ни в коем случае не забываем про скины за удачу. Вот недавно мне свезло, и я получил USP Finnet. После катки можно даже себе было бы оставить как трофей, но скины падают лишь за частую игру, и не всегда за хорошие показатели. То есть тебе не обязательно выигрывать и занимать первое место в таблице, ты в любом случае сможешь получить скин. Тут больше всего зависит выпадение из-за рандома игры. Если ты уже давно его не получал, то жди, вот-вот тебе что-то дропнется. Ни в коем случае не забываем про последний, самый лайтовый и имбовый способ по заработку коинов. Мы уже очень близко подошли к ножу. И лучше всего ни в коем случае не пропускать имбовые фишки игры. Если играть тебе не хочется, то за сутки можно в легкую получить около 30 коинов, совершенно бесплатно, в верхнем правом углу в менюшке. Прямо на числе твоих коинов есть плюсик туда и жмякай, и просто-напросто смотри рекламу, за 15-20 секунд ты лутаешь серебро. Этот способ рабочий и по сей день, дают тебе всегда коины. Он является очень полезным, особенно когда тебя не хватает на очередной бокс. Обязательно скинь этот ролик своему лучшему другу, пусть он знает, что он у тебя лучший. Ну и пусть он тоже знает все новые и старые фишки, как дойти до ножа. А сам смотри один из этих двух видосов, в одном из них ты узнаешь все читерские настройки, в другом же ты узнаешь всю полезную информацию, какой бокс на данный момент дороже в стенд-оффе. Кликай, переходи и смотри.